Как? Движка, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию жизни ютубера! И просто вдохните глубоко, вдохните. Чувствуете, чувствуете этот запах? Поварёнок говорит, ты пёрнул. Не-не-не, свобода, запах свободы, свободы. Естественно, мы же избавили город от деспота, тирана, коррупционера. Ля, ты смотри, а мелкий уже застраивает мой магазин, который взорвал Шкалатрон. Ай ты, новая эпоха, новая эра начинается в городе жизни ютубера и в этом сезоне. И я рад приветствовать каждого в этой серии. Мелкий, 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 давай, давай заканчивай ремонт, у нас там много дел, давай, давай ставь дверь и потопали. Давай, быстренько, быстренько, быстренько. Ля, как, ля, ты смотри, ну, как говорится, когда жопа талантлива, она талантлива во всём. Ты посмотри, золотые руки, золотые руки, Шкет. Завидую твоей маме, вырастила хорошего человека, он и готовить офигительно умеет, он и дома строить умеет. Может мне тебя усыновить, что ли? Да? Ну, всё, всё может быть, всё может быть, всё в будущем. Давай, мелкий, побежали. Ху, ты чувствуешь себя? Ты уже вдохнул? Вдохни, вдохни, вдохни глубоко, вдохни. По полным носом, двумя ноздрями, вдохни. Свобода, свобода, ядрить, колотить, свобода. Мэра больше нет, но, мелкий, всё это произошло из-за меня. Реально, всё, ну, в какой-то степени из-за меня, да, ну, до меня просто никто не знал того, что этот мэр настоящий пописяк, и он просто вытягивает деньги из жителей этого города, но, если я заварил эту кашу, мне её, в принципе, и расхлёбывать. Поэтому на мне сейчас лежат выборы, голосования, и мне с мелким как-то нужно найти нового мэра, который будет намного лучше, чем предыдущий для города ютуберов. У тебя есть кто-то на примере, кто может стать настоящим мэром? Кто? Вот и я не знаю, на самом деле, кто может стать настоящим мэром, но нам это предстоит выяснить. Давай быстренько, быстренько, быстренько. Как я говорил в предыдущей серии, ха-ха-ха-ха-ха, в этой серии мы с тобой, мелкий, будем Робином и Гудом, и Гудом, и Гудом, и Робином. Давай быстренько за мной. Кстати, пока мы бежим с мелким, кто не видел предыдущую серию, надо мной прямо сейчас будет подсказочка. Если кто-то не нажмёт на подсказочку, то кем он будет? Правильно, по 50-й. Опа, нажимай и смотри, чего начиналась война против мэра. Давай, а ты за мной, за мной, мелкий. Быстро, 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 быстро. Забегай. Садись, садись за стол переговоров, садись напротив меня. Короче, давай мы с тобой... Мелкий, я тебя не вижу, ты слишком низкий. Стань, сиди стоя, сиди стоя. Или на стол, сядь на стол. Вот, давай с тобой представим то, что я мэр, а ты мой секретарь. Анжелочка, Анжелочка. Принесите, пожалуйста, литр кофеёчка мне и мелкому. Сегодня у нас в законе нужно принять какие-то поправки. Поправки закона. Короче, сделаем так, сделаем так. Бомжи не бомжуют. Бомжи зарабатывают на существовании. Анжелочка, Анжелочка, приготовь, пожалуйста, 30 бутербродов и разнеси каждому жителю этого города. А мелкому памперсу поменяй, Анжелочка. Слушай, я был бы, наверное, хорошим мэром. Какие я законы, да, сходу просто придумал. Так, ладно. Собирай баблишка. Баблишка. Я мэром... Я не знаю, честно. Я, возможно, буду участвовать в голосовании, но ничего от меня не зависит. Честное слово. Есть жители, есть голосование. Мы ничего не будем потасовывать. В скором времени, буквально в следующей серии. Или через одну мы устроим настоящие выборы. По-похлеще выборов президента России буду. Давай, мелкий, собирай золотые монеты. Опа, раз. Опа, два. Опа. Золотые слитки? Подожди. Раз. Два. Давай, собирай, собирай, собирай. Многие скажут, что я дебилой, но в том плане, что я могу вот это все золото забрать себе. Да, мне же сейчас никто не мешает. Конечно, тут столько золотых монет валяется и столько золотых слитков валяется. Но я ж не жлоб и дрик колотить. Конечно, я могу сейчас построить себе дачу. Я могу себе сейчас купить кучу машин. Я могу сейчас там, не знаю, мелкого в школу там отправить куда-то в Лондон. Какой-то Оксфорд, да? Платное, платное, платное обучение, да? За тысяч так, за тысяч так 30 баксов, да, в месяц. Мелкий, мне кажется, ты мечтаешь, да, в школу пойти. Куда-то реально в Оксфорд какой-то. В Хогвартс, может, фиг его знает. Посмотрим. Но я ж реально, я ж не хочу быть коррупционером. Я хочу воровать деньги, налоги у мирных жителей. Так, ты все здесь забрал? Все забрал? Так, выбрасывай, выбрасывай. И мы пойдем, будем Дедом Морозом. Как бы уже март на улице, да? Никто же не отменял то, что я могу быть Дедом Морозом. Все, потопали. Давай быстренько. В первую очередь, нужно забежать к Анжелке, потому что, если бы не Анжелика, ничего бы этого не было. Анжелика! Анжелика! Солнце моей души, выгляните в окошечко прекрасное. Давай быстренько побежали, мелкий. Давай за мной. Опа. Анжелика. 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 Вы не ждали? А мы пришли. Ха! Здравствуйте. Анжелика, я вот подумал, слизь стола, слизь стола неприлично. Я вот подумал вместе с поваренком то, что, хоть вы, конечно, и предлагали мне там шпильки, трильки, дробу, бичика, бум-бум-бум-бум-бум, пих-пах, ой-ой-ой. Ну, ну, вы понимаете, да, о чем я, ну, чтобы я стал отцом вашего сына, да, сыном вашего отца. Но все же, если бы вы не запустили компромет прямой эфир, ничего бы этого не было. Поэтому, Анжелика, от всего сердца отрываю вам этот цветочек ромашки. Держите такой же прекрасный, такой же симпатичный, как и ваши глаза. Вы настолько очумительно, обаятельно, секси-шмекси-девушка, то, что, я не знаю, мне кажется, даже мелкий в вас влюбился. Все в вас влюблены в этом городе. Я желаю вам найти... Вы мужчина моей мечты. Мне, конечно, приятно, но проблема в том... Точнее, не проблема, у меня есть девушка, настоящий джентльмен. Ладно. Приступим к основному, да. Я решил то, что вашему сыну, учитывая то, что он меня смотрит, да, мои ролики, там лайкусики ставит. Я так подумал то, что моему сыну... Моему сыну. Я так подумал то, что вашему сыну будет приятно. Я решил бесплатно подарить ему вторую коллекцию своего мерча. Забирайте, забирайте. Можете померить, можете померить. Я вас обожаю, спасибо. Спасибо большое. Померьте, померьте. Он будет доволен, естественно, доволен. Новый мерч, новая коллекция. Конечно. А если ты хочешь купить мерч, ссылочка на мой магазин есть в описании. Просто бог, знаете, бог нативной интеграции. Просто бог рекламы. Анжелика. Я мелкий. Сколько отсыпать ей бабок? Мел... Мелкий! Мел... Отхитрить, колотить. Я думал, ты опять потерялся. Сколько ей бабок отсыпать? Мне кажется, монеток так 15... 20... 25... 30... 35... 0... Ну ты жоп малолетний. В смысле? Так она нам помогла. Что ж такое? Короче, мелкий тут... Давайте, Анжеличка. Анжеличечка. Вот это вам. Забирайте. 30 золотых монет. Спасибо вам большое. Да пожалуйста, пожалуйста. Вот там еще одна золотая монета валяется под вами. Подберите ее, пожалуйста. Да, я хотя сам подберу. А, да, вот так. Спасибо. Обращайтесь. Я... Спасибо большое вам за сотрудничество, Анжелика. Я буду приходить к вам в гости. Передавайте привет вашему сыну. Да, передавайте привет. Приходите к нам в гости. Мы придем, мы придем. Короче, мелкий, давай собираем монатки. Сейчас подберем к Михалычу. Все, до свидания. Как жаль, что мы не можем быть вместе. Одинок? Слушай, мелкий, она одинокая женщина. А мы как раз таки собираемся к Михалычу. Ты уловил мою мысль? Уловил? Уявил? Нет, я не уловил. Может все-таки подумаете? А вот сейчас уловил, мы отправляемся к Михалычу. Анжелика! Анжелика! Перловка, вы моей души. Самые вкусные блюда на новогоднем столе. Цвет моих алых роз, моего сада. Дездемоны. Господи, я не знаю, честно, как амплименты делать. Не считай меня за дебила, мелкий. Собирайте монатки и отправляйтесь вместе с нами. Давайте, давайте. Анжелика, Анжелика, у меня для вас есть еще один хороший сюрприз. Мелкий, давай быстро. Хороший сюрприз, хороший подарок. Давайте. Какой? Да, сейчас все будет. Я же вам не сказал. Я же не сказал то, что я собираю званый ужин. Я так подумал, что всем городом жизни ютубера можно отметить это событие. И реально можно собраться всей дружной компанией. И просто... Ну, в смысле, чаечка вы. Накатить чаечка, накатить чаечка. Давайте по дороге забежим к охраннику Стёпе. Охранник Стёпа! Ну, охранник Стёпа, как всегда, накатывает, как вы видите. Слезь в бутылки, малый. Слезь, слезь. Охранник Стёпа. Вот он, приглашение на званый ужин. Он будет, скорее всего, завтра. Поэтому... Кстати, давайте я сразу всем раздам. Вам, Анжелика, вам приглашение на званый ужин. Тебе мелкие не нужно, ты и так будешь там. А вам... Ну, я просто не дружу с банкиром, поэтому... Спасибо, да, 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 не за что. Всё, Потополик Михайлович, быстро. Анжелика! Анжелика, вот такой к вам вопрос. А вы когда-то вообще слышали о таком местном бизнесмене, предпринимателе, вообще местном олигархе, как Михалыч его зовут? Слышали когда-то? О таком хорошем, великом человеке. Сейчас я вас познакомлю. Здорово. Бабзин, Бабзин, приглашение на званый ужин. Геннадий Петрович, приглашение на званый ужин. Потом ещё забежим к гонщику Арсению. Бомжара! Бомжара, приглашение на званый ужин. Завтра буду всех ждать. Михалыч, ты дома? Точнее, в магазине? Михалыч, здорово, забегайте, забегайте. Здравствуй, давно не виделись, сколько лет, сколько зим. Михалыч, да, извини то, что я такой большой компанией. Михалыч, тут такое дело. У меня завтра будет званый ужин, поэтому держи, я приглашаю. Но нужно, знаешь, накатить чаёчко, нужно отметить то, что мы свергли вот этого пописячного мэра. Михалыч, слышал ли ты когда-то такой... Самый потрясный же... Ну да, она как бы со своими причудами, но ты мне покажи человека, у которого таракана в голове нет. Михалыч, слышал ли ты когда-то такой прекрасной женщине? Просто цвет моих алых роз, как Анжелика. Слышал? Нет. Мелкий, иди сюда, будем знакомить, будем знакомить этих, будем сватать их. Анжелика, Анжелика, разрешите вам представить. Это Михалыч. Я вам про него уже все уши прожужжал. Олигарх, предприниматель, бизнесмен, симпатичный молодой человек. Он в зал ходит. Ты ходишь в зал, Михалыч? Конечно, ходит в зал, естественно, посуду мыть умеет, пельмени варить. Умеешь пельмени варить? Умеет пельмени варить. За собой в туалете смывает это все. Ну, короче, следит за собой просто мужчина высшего сорта. Вы только посмотрите. Вы вообще видите, где мы находимся? Это его личный магазин. Слезь с клавиатуры, мелкий. Его личный магазин. Приятно познакомиться. Скажите, любишь детей? Любишь детей, Михалыч? Ешкины кочерыжки. Анжелика, вы посмотрите. Он любит детей. Мне кажется, он даже любит детей больше, чем я. Ай, ты, ай, ты, короче. А мужчина просто в расцвете сил. Мужчина на, на, на расхват. Да, Михалыч, Михалыч. А ты, Анжелика, это вам, Анжелу моей души. Михалыч, Михалыч, Михалыч. Разреши тебе представить, Анжелика. Ешкина матрешка. Ее просто не знают, ее не зовут на конкурс Мисс Вселенной. Но если бы она туда попала, своей красоткой, посмотри, какая иностранная. Просто в твоем вкусе. Если бы ее позвали на конкурс Мисс Вселенной. Ах, еханый, папай. Она просто бы один глаз открыла. И все бы в нее втюрили. Все бы в нее втюрили. Самая красивая женщина этой планете. Тоже любит детей. Скажу тебе на ушко. Ей нравится имя Михуил. Ей нравится имя Михалыч. Она по нему вообще просто сохнет. Поэтому ты ей сразу запал в сердечко. А ключик к ее сердечку, это дети. Скажи то, что у нее хороший сын. У меня есть сын. Он очень хороший, думаю, поладите. Естественно поладите. Михалыч, любит детей. У Анжелики есть дети. Вот. В общем, я вас поздравляю. Можете сразу жениться. Можете хоть прям сейчас заводить еще одного нового ребенка. Вот здесь, прям в этом магазине. Да, только мы с Милки мы уйдем, чтобы вот это не видеть. Я вас всех жду завтра на свете. Поваренок, это тебе. А что, что, что? А мне? А мне цветочек, да? Поваренок. То есть ты поваренку рогатку дал, а мне цветочек дал? Я что, на бабу похож, что ли? Мне, конечно, очень приятно. Одна мне биту подарила, второй мне цветочек подарил. Короче, я надеюсь, что... Вы здесь поладите, мы можем вас оставить одни. Ну, тогда все хорошо. Все, Милкий. Тут уже дела не в нашей компетенции, поэтому мы свалим отсюда. Мы поладим. Да я не сомневаюсь. Мне кажется, они там очень хорошо поладят. Да хватит стекла разбивать, хулиган Милкий. Кого я вообще воспитаю? Идрик, колотень. Будьте послушными или нет? Все, пошли. У нас еще очень много дел. А, кстати. Подожди, 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 подожди. Михалыч! Учитывая, что ты как бы бизнесмен, поэтому тебе много золотых монет не нужно. Давай вот это, десяточку тебе выкинем и восьмерочку тебе выкинем. Это как бы просто понимаешь, я хожу по всему городу, я раздаю золотые монеты. А он мне Кока-Колу дал. Мелкие от тебя я Кока-Колу не пью. Все! До свидания, до свидания. Пошли, мелкие, сваливаем отсюда. Бабзин, Геннадий Петрович. Учитывая то, что вы два пенсионера, мне кажется, что как раз таки вам больше всего золотые монеты не нужны. Поэтому каждому из вас дам полстака золотых монет. И тебе, Геннадий Петрович, тоже полстака золотых монет. Спасибо вам большое, что помогли в предыдущей серии расправиться с мэром. А где мэр в данную минуту находится? Ну, может мы с Мелким покажем тебе через одну серию. Туряги он находится, а где Туряга покажем тебе потом. Мелки, не подглядывай, Геннадий Петрович, не подглядывай. Они там взрослыми делами занимаются, пошли. Пока зло дремлет, пока всевладствует народ этого города, Мелкина, нужно сделать как можно больше дел. Геннадий Петрович, дороги построить, детсад, школы, институты, полицейские участки, пожарные станции, медицинские учреждения. Да хватит хулиганить. Мелкий, мы с тобой столько дел наворотим. И да, нужно выбрать еще мэра. Голосование, значит. На самом деле, я не знаю, кто может быть хорошим мэром для этого города. И кто вообще будет баллотироваться в мэра. Михалыч, Костя, а где Костя, кстати? Опять штаны потерял. Охранник Стёпа, да не, он бухает. Геннадий Петрович, да он уже стар, как эта вселенная. Я не знаю, сейчас. У нас с тобой еще очень много дел, и все эти дела нужно осуществить в ближайшие серии. Давай забегай, садись на стол переговоров. Прям на стол, да, можешь садиться. И, Йоханый Бабай Мелкий, ты помнишь, когда в последний раз у нас с тобой была спокойная серия? Без всяких бандитов, без всяких убийств. Я просто сижу на столе и заканчиваю серию. Это ли не счастье? Свобода. Свобода, нули, пуки мелкого. Я обещаю, то что если ты влепишь лайкусик прямо сейчас, если не будешь ленивой срокатанции, то я сразу же выпущу новую серию жизни ютубера. Хоть завтра, все зависит только от тебя. Поэтому давайте прямо сейчас наберем 15 тысяч лайков. Подпишись на канал Истине Срака, потому что как только выйдет новая серия, чтобы ты ее не пропустил, я скажу всем огромное спасибо. Пойду себе заварю чайочкой и захлебну его за то, что в городе ютубера все наладилось, и тебе советую тоже это сделать. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Мелкий попрощайся. Не культурный, не культурный. Надо тебе, наверное, ремнем отшмагать, чтобы ты хотя бы немножко воспитать. Да-да-да, не тряси башку, не тряси башку. И будешь своей рогаткой здесь стекла разбивать. Убери рогатку и дыр колоти! Редактор субтитров А.Семкин